Как называется то, когда у тебя вентиль тупо убирается в суппорт? Это пиздец. Как называется то, когда у тебя не хочет срабатывать клапан? Какая же ты тварь, сука. Когда-нибудь я объебу тебя ногой сверху, и будешь знать, понял? В общем, здорово, народ. В руках сейчас у меня находится Airmobile B-Control. То есть это управление пневмоподвеской с телефона. Почему я его, собственно, сейчас снял и вообще держу его в руках, и что вообще происходит? Дело в том, что вот этот транзистор, он у меня попросту отвалился в свое время, но я это узнал только вчера, когда решил снять с машины бесполезный блок управления, который так и не работает, и обнаружил, что у меня была сломана задняя крышка, которую я уже, естественно, успел подпаять паяльником, и болтающийся транзистор внутри. Транзистор я сейчас, как видите, успешно припаял на место. За что он отвечает, я, конечно же, не знаю. Но, наверное, все-таки подходит он к этим микросхемам, которые отвечают за блюктуз. Какая из них, я не знаю, потому что я первый раз это вообще достал, что здесь как устроено, я особо не понимаю. Но понимаю, что уже идет плюс-минусом на схему, это именно питание, и вот эти блоки, они, получается, идут уже на многоканальный разъем, уже непосредственно на клапана. Вот это все, что мне пока удалось выяснить. Сейчас я, конечно же, побегу ставить эту коробушку на место и пробовать подключаться с телефона к машине. Если все заработает, будет просто превосходно. Потому что я потратил на эту хренатень кучу денег, а пользовался всего лишь два раза. Так что, надеюсь, сейчас заработает. Наступило у нас 3 марта, сейчас я нахожусь в Копейке. Хочу съездить до магазина, посмотреть на бампер. Кто смотрел прошлые выпуски, да и вообще следит за группой ВКонтакте, знает, что я сейчас нахожусь в поисках бампера ST4, то есть тюнячего на десятку. Позвонил у нас один магазин пластика, вроде как у них есть какой-то там лукоиловский. Еще, как мне сказали, вроде под маску вот эту на фары. Вот сейчас надо будет съездить, посмотреть, что к чему. И также утром я забрал посылочку с почты. Вот такая мне приехала посылочка. Средства каршопа заказывал, как обычно. Только я брал не за наличку, а обменивался на кольца для приборной панели на шестерку, которые я заказывал, но так и не поставил. А приехал все, конечно, в пакете. Вот эта шоферская сумка, она идет в комплекте с насосом. Заказывал я ее, блин, сейчас не могу открыть, конечно, на эту копейку. Ну, не копейку, на одиннадцатую. Также там должна быть релюха на тройку. Р380, по-моему, или как, сейчас не помню уже, надо смотреть. Антенна на тройку должна быть. Ну и вроде бы все. Может, еще какая-то у меня лачевка, я уж не помню. Сейчас вскрою, посмотрю. Так, ну вот вскрыл. Так, посмотрим. Сразу вижу насос, коробочка. В коробочке что-то есть. Сейчас посмотрим. Это, наверное, всего какой-то просто подарок. Он мне подкинул. То, что я постоянный клиент. Это у нас... А! Это фонарик под капотное пространство. То есть, ну, когда при открытии капота загорается лампочка. Да, как раз она на тройку у меня была сломана. А была тоже запасная, и она тоже была сломанная. Со временного производства. Кстати, спрашивал в магазине, я у себя не нашел. Но, опять же, из Москвы, наверное, все есть. Распосылка из Москвы. Ладно. Вот релюха, про которого говорил. РР-380. Вроде он мне скидывал контакты. Они целые. Ну, надо смотреть, проверять. Все равно лучше бы почистить все. Потому что... Вот это, кстати, это не релюха, а регулятор напряжения, вернее. Он идет на аккумулятор. То есть, с генератора на аккумулятор зарядку подает. Он у меня дымил, вонял. И, как бы, зарядка, ну, на аккумулятор не шла. А я подумал, что дело в нем. Обычно бывает у них дело вот в этих контактах. То есть, они окисляются, им капсда приходит. А так они, вроде говорят, работают, работают. И работа с ними ничего не делается. Ну, ладно. Смотрим. Угу. Вот такая маленькая, думаю, она, конечно, больше будет. Так, а ключа-то нету, походу. Так, вот наклеечка такая, Aristo Car Shop. Как раз с рыжей шестеркой, но у меня тройка. Ладно. А, нет, есть ключики. Есть. Все. Ну, это, наверное, современное производство, как я вижу. Ну, это, в принципе, ладно, не имеет значения. Главное, что есть антенна, и она будет работать. Вот. Вот инструменты, вроде бы, все даже. Да, все пусто. Вот такая вот посылочка, средства Car Shop. А, советские ништяки, все оригинал. Ну, кроме вот этого новодела, наверное. Вот, все. Так что, в ближайшие дни займусь троечкой. А сейчас еду в магазин. В общем, ситуация такая. Днем я приехал в магазин, но бампера там оказались совершенно не те и колхозные. В общем, продолжаются поиски по интернету. Буду искать, смотреть. Вроде как, нашел уже пару вариантов, но ценник, если честно, кусается, и комплектация разная. Сейчас я сижу снова в гараже, ковыряюсь с блоком управления пневмо с телефона. Ситуация, в общем, такая. У меня опять отвалился этот транзистор. Но это хрен с ним, это я только что отломал. У меня не приходит сигнал на клапана, точнее, на релюшки, вот на эти. Которые, соответственно, уже управляют клапанами. Телефон подключается, все нормально, сделал. В приложении работает. Но, когда нажимаешь в приложении, ну, на кнопку, там, типа, поднять, сигнал не доходит до реле. И вот сейчас я снимаю плату, точнее, ну, вытаскиваю ее полностью из корпуса. Мне мешает сделать это только вот эта вот субстанция в виде спирмятины. Я не знаю, у меня язык не поворачивается, по-другому это назвать, как это все делали колхозно. Убого страшное. Вот, разбираю сейчас это все, смотрю, что могу сказать. У меня поначалу была проблема сейчас, когда, ну, припаял транзистор, все подключил. Спрашиваю, почему не работает. Мне сказали, ну, точнее, я связался с человеком, который занимался изготовлением вот этих вот боксов. Сказал, померить напряжение на этом контакте и на минусе. Здесь должно быть 5, 5,5 вольт. Но по итогу у меня здесь было вообще где-то под 9. Он сказал, покрутить этот вот болтик. Я не знаю, что это, но это как регулировка напряжения. И он сказал, что, возможно, то, что у меня стояло здесь 9 вольт, могли спалиться катушки. Ну, не катушки, вы поняли. Вот, сейчас я разбираю, смотреть. Может, опять же, не приходит контакт на них, на релюшки, на эти. Вот, ну, как что-то будет проясняться, скажу сразу. А также некоторые контакты, вот, как этот, тоже повредились. То есть, надо подпаивать его сейчас. Суть. Вот, также тут еще кое-какие контакты проверю. Вот, и потом уже, наверное, будем дальше разбираться, что с ним. Вот, пошел пока пропаивать все по-нормальному. В общем, приехал сейчас домой. Купил сегодня резину. Вчера прям повезло найти на Авито. Четыре покрышки Бриджстоуна. Правда, в повязанном состоянии. Ну, вот остаток вот минимальный, можно сказать. Ну, думаю, на лето четырех покрышек для морды не будет прям в самый раз. И достались они мне все всего лишь за тысячу рублей. Ладно, резина резиной, конечно, но надо дальше шлепаться, разбираться с пневмой, дособирать одиннадцатую. Я там уже, благо, разобрал задние двери целиком, подготовил к продаже передней двери. Все, и надо выкатывать и уже заниматься потихонечку троечкой. Потому что уже время март, а еще ни хрена не сделано. В общем, по итогу закончил я одиннадцатую более-менее. Собрал задние двери, то есть поставил стекла, пробрызгал замки. Также поставил свои личинки, перенес. Зеркала накинул. Ну, все, поднул более-менее, протер. С пневмой более-менее разобрался. Вот, поменял там якорь у клапана местами. Хотя бы сейчас более-менее работает. Но все равно там износ есть, надо будет новый покупать. Все равно, видимо, спускает где-то по стойке. Надо будет проверять. Ну, если вот проходят сутки, то машина с жопой опускается наполовину. То есть, дело в задней правой стороне что-то. В общем, все, сейчас выгоняем. Машина там постоит буквально, наверное, полнедели. И приедет новый бампер, который я заказал, ST4. Его уже сегодня отправили. Сегодня понедельник, 9 марта. Ну, думаю, приедет уже где-то в четверг, в любом случае, в пятницу. Так что в конце недели я обязательно его забираю, вставлю и выпускаю вот этот видос. Освободился я сейчас пораньше с работы. Захватил диски. Поеду в шинку, буду одевать, ну, собирать передние колеса. Потому что все-таки хочу загнать одиннадцатую на сход-развал. Для этого, собственно, ну, понятно, что нужно передние колеса, чтобы сразу его отстроить. И в дальнейшем просто не заморачиваться. Сход-развал мне нужен для того, чтобы проверить заднюю подвеску. Раз мы ее снимали, соответственно, настройки могли сбиться в любом случае. Ну, и опять же, под новые колеса тоже надо все выставить. Делаю это для того, чтобы когда мы делали расширение, у меня колеса уже стояли, ну, выставлены были нормально, ровно, все как надо. И поверх этого мы уже делали ровное расширение, собственно. А если мы сделали расширение, а потом сделать сход-развал, соответственно, фитуха может куда-то уйти, развал уйти. И, ну, короче, лучше сперва сделать сход-развал в любом случае. Сейчас я некоторые приколюхи с колесами уже сделал. Сейчас стоит надеяться лишь на то, чтобы оделся предшествован. Раз в прошлый раз у меня, получается, вырвало кусок с резьбой. На сей раз я подготовился, и на тех вентилях, которые уже стоят на дисках, я уменьшил резьбу, точнее, длину. Сделал ниже, подпилил все, чтобы, когда мы затягивали, верхняя часть шляпки не упиралась в корпус внутренний и, собственно, не вырывало все это дело. В общем, немножко обломался я сейчас с одеванием резины, потому что бридж-тоун, он как бы старый, жесткий, это понятно. Взорвать мы его взорвали, но он попросту не держит. Спускает по бортам, потому что, опять же, резина старая, жесткая уже, и вот отбойники у него очень плохо держат воздух. Герметик бы не помог в любом случае. По ниппелям вроде пока все, ну, вроде более-менее нормально. Итог, надо избавляться от бридж-стоуна. Приехал сейчас домой уже, думаю, ну, на авито зашел, нашел два колеса гудьера в тех же параметрах, вот только вчера выложили. Также нашел федерал, но федерал там стоит четыре колеса, десять тысяч, у меня пока вообще абсолютно таких денег нету, вот, к сожалению. Так бы федерал, я бы с удовольствием бы взял лучше. Вот, ну, а так, два колеса гудьера. Сейчас хочу с ними попробовать поменяться. Отдам им четыре колеса своих бридж-стоун, от этих, которые я купил за тысячу. И еще докинуть, наверное, два колеса стареньких. Может, даже сразу одену на них, ну, штампы, старые какие-нибудь, если найдутся. Вроде был у меня один старый штамп, как раз-таки, и четыре тринадцатых новеньких. Их я хочу оставить. Да, вот у меня резина. Вот она. Вроде, кстати, внешне она даже не треснута. Большой протектор, ну, остаток протектора. Это, по-моему, Кама. Ну, думаю, по пятьсот рублей за покрышку не примут. За гудьера они хотят пять тысяч, за два баллона. Но там остаток, в принципе, очень бодрый. Я посмотрел, она мягкая. То есть, по... Ой, как правильно сказать, по корду, по отбойникам вот этим, по внутренним вот... По этим частям ничего не порвано. То есть, как раз-таки, то, что мне нужно. А вот у бридж-стоуна, у этого... Вот, уже есть надрывчик. Это раз. Тут тоже два. Три. Ну, думаю, в принципе, этого уже достаточно, чтобы пропускал. Ну, в принципе, это все даже получше, чем то, которое я сейчас привез. Вот одно мы одели, там, я не помню. Там, может, тоже такие парочку косячков есть маленьких. А на втором, вот, который я сейчас в машине, у меня там вообще прям пипец порвано. Это что у нас? Это бридж-стоун под Тензо. А Турензо одевает. Вот она. Хорошая по протектору. Такая. И ее, в принципе, вот она вот хорошая. Хотя, смотрите, что-то есть какой-то боковой. Порез, либо что это. Вроде как порез. А поэтому она отличная. Так что, думаю, да, два колеса возьму. Четыре отдам, и как раз равноценный обмен получится. Ну, они же не будут знать, что я за косарь-то купил все четыре колеса. Ну, нет, в принципе, на этих колесах ездить можно, если на обычных дисках их напялить. В моем случае мне это не проканает, потому что у меня будет натяг, у меня в любом случае будет травить. Поэтому беру колеса, ищу ненужные, и везу, может, примут все обратно. Наконец-то это свершилось. Забрал свой долгожданный бампер, который я ждал, хрен знает, сколько времени. Ну, две недели точно. Вот он сейчас передо мной, точнее, за мной. Пока светло. Думаю, успею сейчас приехать домой, быстренько распаковать. Сейчас я предварительно там, конечно же, подраспаковал, проверил, все ли на месте. Все в порядке. Сейчас приеду домой, распакую его до конца. И сразу примерю на один, то есть, собственно, посмотрим сразу состояние. Но сразу скажу, вроде по первым ощущениям я его пощупал. Он довольно-таки толстый и довольно-таки легкий. Даже полегче, чем родной будет. Ладненько, не будем задерживаться, езду домой. Кстати, а также мне приехала одна покрышка Федерала, который у меня был в прошлом году. И вот остатки два баллона сзади стоят, но не очень в хорошем состоянии. Приехала вот одна покрышка, потому что в Екатеринбурге, ну, больше не было. Вот одна оставалась. Из тех четырех, которые я купил, пригоден только один Бриджстоун, Патенза, по-моему, или Бутуренза. Вот. И один Федерал будет. То есть, на морде у меня будет два разных баллона резины. По состоянию они примерно одинаковые. Вот только рисунок разный. А так, профиль, ширина все одинаковая. Ну, ладно. Так, в принципе, за летом мне хватит ее добить, а потом уже, думаю, куплю два новых Федерала. Буквально, ну, по крайней мере, на Авито они есть еще. Ладненько, лечу домой. Ну что, поставил я бампер. В принципе, смотрится очень прикольно, как я ожидал. Сейчас я вам покажу. Правда, она только высоковата, но сейчас я спущу к нему. Встает, в принципе, бодро, только мешаются старые крепления, боковые, переднего бампера. Ну, низ, собственно, все подгоняется. Но общая картина, как бы, ясна. Сейчас опущу и посмотрим, что получится. В принципе, что я могу сказать, смотрится он очень добротно, мне нравится. Понятно, что все зазоры поправятся. Добавится решетка. Туманки обязательно поставим, светодиодные, но это уже будет вамного позже. Сейчас надо будет уже скоро гнать машину на расширение. Ждал я именно бампер, чтобы, соответственно, сразу его подогнать, и машина была уже как можно больше собрана, что ли. По кузовщине, в принципе, все. Останется там уже только, ну, опять же, повторюсь, заднее расширение. И доктейл хочу сделать из старого спойлера. Поскольку на десятку, точнее, на одиннадцатую ничего нету совершенно на рынке. И только самому делать. Что касается, в принципе, итогов по бамперу. Мне нравится, как он сидит. Понятно, что все будет подгоняться, делаться. Нравится переход от бампера к крылу. Вот такой вот он получился. Так вот, нравится мне вот это место, как оно садится, ну, с той стороны. То есть, понятно, что еще по зазору подгонится. Здесь сейчас мешается крепление бампера, вот, нижняя. Этих креплений здесь уже нету. Я так понял, они вообще к лакерам прикручиваются на саморезы здесь. Вот даже какое-то есть отверстие, видимо, в крылов. Но мы так делать не будем. Скорее всего, у меня будет бампер на быстросъемах. Вот, и опять же, непонятно, как будем по центру. Там, видимо, тоже на саморезы какие-то прикреплять, либо накрепления. Чтобы можно было, что быстро его скидывать, либо там на хомутах, опять же. Вот. Это, скорее всего, придется, опять же, подпилить, потому что колесо, ну, собственно, большое. Оно будет привыварить и задевать. Надеюсь, где-то... Ну, так, скорее всего, придется пилить. Либо, ну, как-то сдвигать эту часть. По-другому, думаю, не получится. Касаемо качества, качество мне пока устраивает. То есть, он легкий и толстый, получается. Вот, вот эти вот чашечки под туманки. Вот они вот такие вот в стекловолокне. Вот, в принципе, хорошо все. Вот, единственное, то, что вот одна чашечка пришла, сломанная немножко. Ну, ладно, думаю, поклевка эта подправится. Вот, все равно еще, сегодня не скоро туманки будут. Так, без них вот отверстия. Собственно, тоже у меня в комплекте пришла решетка оцинкованная. Вот, будет она черная. Почему-то черная стоит дороже, чем хромированная. Ну, я взял хромированную, просто с баллона ее потом задуем, и все. Чашечки, как их тоже крепить, я не знаю, видимо. По колхозу, на саморезы, с обратной стороны, но я этого делать не буду. Все будем по фэн-шу. Воздух, вот эти вот заборники, отверстия я оставлю. Не буду делать там никакой решетки. Вот. Буксировочная петля осталась. Мне это нравится. Здесь будет стрелочка, все будет в наклейках. Вот, нравится то, что нет уже этих вот подфарников колхозных. Вот, как на стоком бампере десятки. То есть, нету здесь никаких лишних зазоров, вот этих вот отверстий, полосок. Все более-менее сглажено. Опять же, этот бампер, это реплика, ну, не реплика, а, так скажем, гражданская версия бампера Lookoil Sport. Вот. Кто видел у меня вконтакте фотки, тот, в принципе, поймет, о чем я. То есть, бампер, можно сказать, а-ля с небольшой такой историей в спорте. Поэтому он мне приглянулся, и он, ну, наверное, самый неколхозный. Вот, еще раз покажу, как вот по этой стороне сидит. В принципе, все отлично. Эта часть идет, наверное, под фарой, скорее всего. Либо чуть-чуть заходит. Но это уже дальше разберемся. Он пока просто накинут. Как видите, даже нижняя часть немножко вперед выступает повыше. То есть, никаких уже сплитеров, диффузоров здесь не будет. Они здесь. Ну, просто ни к чему. Это уже, я считаю, просто мейнстрим. Эти всякие сплитера уже попросту надоели. Но расческа, наверное, будет точно сзади. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!